Народное славянское радио Думы об общении и державности первая часть Вот для тех людей, которые говорят по-русски от рождения и по своей природе Должны разговаривать по-русски Вот для них, на мой взгляд, не цивилизационный подход к жизни должен быть главным, а именно держава То есть цивилизация расставляет всех по своим местам Не взирая на то, хочешь ты не хочешь, тебя просто вынуждают И в этом случае задача цивилизации не давать знания, не давать ведания А подчинять человеку и даже не воспитывать его, а обучать в той программе, которой цивилизации необходима Большинство людей думают, что если они выходят из системы и показывают свой пример, как уходить от системы Они думают, что их система и духовное общество оставят в покое Это очень серьезная ошибка Что вы делали пять лет на этом месте? Мы жили жизнью, радовались, мы вот, значит, хороводы водили, фестивали проводили Я говорю, и вы что, за столько времени просто не самоорганизовались, выражаясь юридическим языком Из толпы вы не заявились с организованной общиной? Нет, я говорю, ну вообще красавцы, моя держава не заканчивается за туалетом или за забором Моим, да-да-да, она там только начинается на самом деле Возникает вопрос, а какая национальная идея? Так вот, национальная идея очень сильно переплетается с той, о которых мы очень часто говорим И ученые, когда говорят, ну столько же было потопов, столько же было катаклизмов Так у меня вопрос, а если наши предки сумели это все пережить Неужели нужны какие-то еще доказательства о том, что наши предки были намного мудрее? То есть строить они могли лучше, перемещаться они могли больше и свободнее, чем мы сейчас Потому что следы наших древних предков по всей вообще планете находятся Вот весь, все северное полушарие усыпано артефактами, которые относятся к нашим предкам Первое, это не просто идеология, а это правильный образ жизнеспособности Мы говорят, ну вот это община, это что-то такое, там забились люди куда-то там сидят По нормам, по своим, какие-то там в шкурах бегают Нифига подобно, друзья мои Это высокоразвитая структура Это лекарь, дальше есть знахарь, который знает, и дальше есть целитель, который целит Воеводная И так далее, да, это те, которые мироеды, ну их же надо содержать А это означает, что община, как минимум, должна быть настолько самодостаточна Чтобы и самим не впроголодь жить, и еще обеспечить этих людей Есть уровень общинный внутри, а есть межобщинный Община, это не когда каждый сидит в своем уделе Община, это когда есть общие дела Когда есть не только частная собственность Не только личная собственность, но и коллективная собственность Народное славянское радио Потому что мы славяне Что недостаточно уйти на землю Недостаточно поселиться в какой-нибудь берлоге Необходимо именно создавать структуру, которая позволяла бы жить на этой земле А жить можно в том случае, если ты не просто сам сидишь в берлоге А если ты объединяешься с единомышленниками и начинаешь что-то производить И процветаешь Процветать, конечно Ты здесь стоп нажал, чтобы отбитвку-то сделать? Нет, не нажал Давай нажми стоп Чтобы тебя потом не искать Здравствуй, говори, что здравствуй Итак, доброго здравия У нас посиделочки некие Я уже даже не знаю, как назвать На самом деле мы сейчас находимся У Народного славянского радио в гостях Мы вообще название будем придумывать этому фильму, ролику или так? Общинная жизнь Общинная жизнь Чем отличается от цивилизационной? Вот как-то так Мы еще пока не придумывали, но канва такая В общем, мы немножко сейчас порассуждаем на такую тематику Всем понятно, все помнят, что такое цивилизация, да? Что такое цивилизационная жизнь? Надеюсь Многим Цивилизация, понятно, пошла в тупик Понятно, что она использует труд человека в своих собственных целях, скажем так Понятно, что человек загибается Тупеет В общем, тупик в полном понимании во всех областях Тупиковости этой Давай немножко развернем противоположное понимание Противоположное – это державное Вот для тех людей, которые говорят по-русски От рождения и по своей природе Должны разговаривать по-русски Вот для них, на мой взгляд, не цивилизационный подход к жизни должен быть главным А именно державный И вот сейчас нам с тобой, наверное, стоит провести параллели А чем отличается цивилизация от державы? А потом уже развить А как жить в державе? Ведь многие сейчас говорят Жить по совести в воду с природой – это все, это уже хорошо Ну и еще вдобавок чтить своих предков, там кто-то богов еще чтить, ну и так далее А вот как жить в этой державе? Как ее построить, эту державу? Вот многие пока еще не понимают Итак, вот чем отличается цивилизация от державы? Начинаем с масштаба К примеру, мне с масштаба В Воронежской области ребята звонят в поселение Говорят, Вася, приезжай к нам И так с полу-матцем, знаешь Типа, мы тебе сейчас научим, как делать ролики Как делать поселение и тому прочее Мне очень интересно Я к ребятам к этим поеду Обязательно, как бы, поснимаю Где они говорят, мы ушли Мы вышли из системы Они говорят, мы все специалисты В своих областях Кто-то там умеет, видимо, печи ложить Кто-то дома строит Ну, как бы, серьезные ребята Это здорово Это здорово, да То есть, вылетело вот это слово Когда человек специалист в своей области Как это назвать? Узконаправленный, да? Не мастеровой, а, да Вот Но, де-факто, они же находятся сейчас В Воронежской области Просто пока еще не коснулось Чуть повыше там властей Их не... Пока к ним не пришли Да, пока не пришли Потому что уже были случаи На той же Украине Анастасиевцы, которые сидели И к ним пришел правый вдруг сектор С автоматами Да То есть, они вышли из системы Но почему-то система к ним пришла Пришла в гости Да И разместилась Да, да, да Вот давай, вот Разверни понятие державности То есть, супротива Нашей сегодняшней системы Давай так Значит, цивилизация Ты правильно сказал На мой взгляд, все здорово Отлично Здесь можно просто некоторые штришки Теперь такие вот добавить Для полноты картины Цивилизация рассчитана на то Чтобы человек ей служил Да Чтобы человек занял то место Которое цивилизация ему предписывает То есть, винтик, шпунтик, гаечка Крутильщик, наблюдатель Подливатель масла Ну, кто-нибудь И чем выше... Потребитель Да, и чем выше... Ну, потребитель здесь и винтик тоже что-то потребляет Ну, чем выше, тем у него должность более значима И цивилизация вынуждает мечтать винтика о том Чтобы он стал шпунтиком А шпунтика, чтобы он занял место, например, бачка, через которую масло течет А потом занять место той воронки, через которую масло течет Потом самой канистры, а потом той руки, которая льет это масло туда Которое до всех гаечек и шпунтиков доходит Ну, и чем выше, тем масла больше Ну, и, как говорится, на месте и хорошо Да, и тем маслянее, да И быть, водиться и не напиться Ну, как-то это не по правилам цивилизации Вот это первое То есть цивилизация расставляет всех по своим местам Невзирая на то, хочешь ты не хочешь Тебя просто вынуждают И в этом случае задача цивилизации Не давать знания, не давать ведания А подчинять человеку И даже не воспитывать его А обучать в той программе, которой цивилизации необходимо И облегчать себе им управление Конечно, конечно Чем больше людей, созданных по образу цивилизационному Например, вы гаечки, вы винтики, вы еще кто-то Тем проще Ну, вот приходит механик Ему не надо искать, где там винтики, гаечки У него вот набор гаечек, винтиков И он дальше выбирает и вставляет Все, машина запущена Вот этот вот смотрящий и запускающий механик Он когда-то придумал эту схему Может, ему кто-то подсказал Не важно Главное, что это есть Это первый признак Что цивилизация всегда людей подстраивает под себя Невзирая на то Хочешь, не хочешь Готов, не готов Как в анекдоте Готов, пошел Готов, пошел Не готов Пинка, пошел Все Вот А второй принцип цивилизации Что цивилизация, она существует за счет тех, кого она воспитала Ну, не зря же она воспитывала И теперь принцип такой Платишь, получаешь Не платишь, не получаешь Нет работы, нет денег Значит, не можешь платить Значит, что ты делаешь Отправляешься на помойку То есть, она свои ценности внедрила в эти шпунтики, винтики И теперь винтики и шпунтики вынуждены эту цивилизацию поддерживать Даже если им что-то не нравится И принцип такой Ты платишь, даже если ты не понимаешь, за что ты платишь Ну, это принцип кино Пришел на фильм, прорекламировали замечательно Прекрасный фильм Такие тут ролики про него показали Такие артисты И попку вот так показали И морду вот так показали И что там, кровь льется, там стреляют Все бегают довольны И ринулся на рот смотреть этот фильм А фильм на самом деле, ну так, какая-то тухлятина средней важности Не пойми что Ну, денег много вложили Причем в трейлер больше, чем в сам фильм Вот Пришел, ты сначала платишь деньги Сто рублей, тысячу рублей Не важно Ты заплатил А потом ты можешь уже оплеваться сколько угодно Тебе обратно деньги не вернут Вот это принцип цивилизации То есть продукт произведен Его тебе рекламируют и впихивают И ты как винтик, который зависим от системы Этот продукт потребляешь Платя свои деньги Который заработал своим здоровьем и времен И тебе больше цивилизацию ничего не интересует Механизм работает Ну и хорошо Ну и замечательно Вот это мир потребителей Где каждый знает свое место И где, как это в фильме, Москва слезам не верит Вот что ты плачь, не плачь, не верим и все Не устроился на помойку Устроился, ну по принципу Чубайса Не вписался в рынок До свидос Ну вымрут 40 миллионов Ну другие придут Вот такой же принцип Уже светское общество Да Естественно, что ты сказал слово светское Но человек-то духовное существо Это моя любимая фраза Я говорю Если мы будем духовным обществом Перепишем, что мы не светское А духовное общество А я бы еще добавил высокое Духовное общество То было бы совершенно все по-другому То есть изначально Если взять нравственно-духовный уровень То общество должно быть, конечно В первую очередь, высокодуховным То есть прямая связь божественная А не вот это светское общество Я уж не знаю, что там дальше, что он придумывает Во времена Содома и Гаморры Как называли общество? Ну уж явно не Содома и Гаморры То есть это моя любимая фраза Я говорю, ребят, нам надо обратно вернуть Все на круги своя И из светского общества вырасти до высокодуховного Ну суть-то в том, что сейчас у нас как получается? Все, что ты говоришь, это верно и здорово Но это пока у нас в планах Хорошо бы Вот эта приставка бы Итак, сейчас перебью тебя Система Она сама себя обеспечила Она повсеместна Она масштабна По всему миру сегодня Державность Многие люди считают Что вот я свой курятник построил Или там туалет отдельно сделал Все, я вышел из системы Географически Он на карте нарисовал свое поселение Скажем так Или там свое имение Или поместье Кто как называет Или родовую общину Которую, кстати, Марина Макарова сейчас тоже создает Подмосковье И думают, все, на этом точка Я вышел из системы Я независим Мы вот ребята типа того, что умнее всех И мы сейчас всем расскажем Покажем, как надо жить на этом свете Это замечательно До тех пор, как вы с вами говорили Система в гости не пришла Пока правый сектор не пришел Да, так я хотел просто закончить про духовность У нас хоть и светское общество Но обрати внимание В большинстве стран мира На сегодняшний момент В общем-то многие говорят У нас светское общество За исключением вот этого исламского мира Там они честно говорят У нас светско-религиозное общество Ну честно люди говорят А в других странах Где не совсем честно говорят Вроде бы светское общество Но есть определенное направление Духовного развития И если ты Сукин сын Или сукина дочь Не вписываешься в это духовное развитие Ты становишься тоже как-то так Неким изгоем Которому может тоже быть место на помойке То есть Тебя воспитывали в светской школе Но тебе преподнесли Некой дополнительный антураж Для этого светского образования Где ты должен быть правильно Духовно образован И если вдруг по каким-то причинам Ты говоришь Что ребята Мне как-то тесновато Вот в этой духовности вашей Я хочу чуть-чуть пошире Я хочу обратиться Вот к этому направлению К этому тебе говорят Сектант Там Изгой Да ты вообще Шизик Шизик да Да мало ли что Вот То есть Не совсем все-таки Светское общество У нас в мире Вообще в мире Я не говорю Отдельно взятую страну Не совсем Все-таки Религиозные Вот эти взгляды Они накладывают Определенное Какое-то Влияние Какой-то след На ментальность Которую воспитывают Да На светски подготовленные Гаечки Винтики Шпутники И разливающих масла Вот это надо учитывать Поэтому Если вдруг По каким-то причинам Кто-то уходит на землю Теперь переходим К вопросу Ухода на землю Говорит Я теперь сам по себе Мальчик сам по себе Как дядя Федор говорил Да То найдется Тот самый Почтальон Печкин Который спросит А документы у вас есть На хвост Да-да Где там Хвости у вас В печати Да И вы ответить Ничего не сможете Он скажет А какую духовную школу Вы заканчивали А вы случайно Не динсектант А вы случайно Не какой-то там Крамольник А вы случайно И все И начинаются разборки То есть Первое Большинство людей Думают Что если они выходят Из системы И показывают Свой пример Как уходить От системы Они думают Что их система И духовное общество Оставит в покое Это очень серьезная ошибка С одной стороны Ни в коем случае Нельзя вводить себя В конфликт с системой Потому что это просто Глупо и бесполезно Система найдет стенку В которой вы ударитесь И ускорит Ваше движение В сторону стенки С другой стороны Нельзя ни в коем случае Разрушать Те догматы Которые в обществе Сейчас есть Почему? Потому что люди К этому привыкли Это же хаос А где хаос Там смерть Это смерть наших братьев Сестер Это смерть наших близких Людей И обратимых народов Зачем нам это надо? Это глупо Бесполезно А у нас сейчас Две крайности Либо мы сейчас В берлоги залезаем Либо мы сейчас На баррикады Шашки на голову И рубим всех И вот это Очень серьезная проблема Так вот Теперь надо понять А почему Мы сейчас В это скатываемся? Вот мы сейчас Обрисовали всю систему Такую крупненькую Довольно понятную Теперь как нам быть? Недавно Была встреча Не называю где Где люди присутствовали Из разных мест Разных течений Были там Анастасиевцы Были те которые Язычники Неоязычники Ну разные направления И встал такой Простой вопрос Люди А вы вообще Где живете? Большинство Как ни странно Оказалось что они живут Так называемые В родовых поместьях Я задал вопрос Скажите мне пожалуйста Друзья А насколько В принципе Это вопрос везде задаю Там где вот есть Такие представители Родовых поместьй А сколько лет Уже вот направлению Родовых поместьй Как ты думаешь Сколько лет? Родовым поместьям Ну я думаю Со времен Первых книжек Мегре Так в России Примерно сколько лет? А я не помню В каких Но 20 есть? Да я думаю есть 20 А тут говорит Еще 25 Не важно В общем 20 лет есть Я сейчас задаю вопрос Ну за 20 лет то Это уже поколение Новое растает Если 5 лет Вы там чухались И собирались Потом переехали Еще 2-3 года Строились Ну берем там Первые 8 лет ушли Но еще то 12 А то и 15 лет У вас есть Плоды Да Уже должны быть плоды То есть Вы не должны В чем-то нуждаться Вы должны быть Полностью Самостоятельны Обеспечены А я приезжаю В продовое поместье И я вижу Голодьба Перекатываются Я вижу Что люди ходят В обносках Которые они Когда-то Из города С собой привезли Я вижу Что у них У большинства Стоят Домики Ниф-нифа Наф-нафа Там даже Нуф-нуфа рядом нет Там вот соломенные Какие-то домики Быстро сложенные Непонятно из чего Глиняные Такие Которые Вот именно Как выживанки Не добротные дома А именно Как выживанки И это те Которые Вот именно Такие Правильные Которые Книг начитались Которые Наслушались Умных голов Те которые Просто приехали Создать родовые Поместья И живут Сами по себе Как дачные У них С домами Все получше Почему Потому что Они не бросили Все Вот так Они приехали Жить на свою землю Но Они или приехали Уже С своим Банком Денежным Либо Они приехали Сюда Чтобы здесь жить А работать Вот там И вот эти люди Еще умудряются жить Но вопрос Разве это Родовое поместье Ну по большому счету Это дачный кооператив Или это кооператив Богатых У которых есть финансы Либо это дачный кооператив Где люди живут А ездят Работают туда А те которые Вот именно Ушли как в берлоге А это как правило Подальше от центров От Москвы От Питера От таких Где деньги есть Это подальше Километров 200 300 500 В Сибири Вот там вот Посмотреть В общем-то Страшные вещи Творятся Так я задаю вопрос Скажите мне Вот за 20 лет Какие у вас успехи Знаешь какие я слышу ответы Ну 20 лет это еще не срок Я говорю Стоп А для жизни человека Это сколько Ну для жизни человека Сейчас человек Средним живет От 50 до 80 лет Все Вот ну средняя До 140 Никто сейчас практически Не доживает Там единицы Можно показать И то в каком состоянии В среднем 50-80 лет В этом диапазоне Люди уходят А кто-то еще раньше Но это сейчас не берем Так это получается 20 лет от 50 Это уж извините Ну больше третье От 80 Ну считай Это уже одна четверть Вопрос Люди добрые Объясните Разве 20 лет Для вашей жизни Это вообще ничто И люди начинают задумываться Ну в общем да Но все равно Некоторые упертые продолжат говорить Ну все равно это мало Вот через лет 100 Нет-нет-нет Это уже много Это уже как раз доказывает Что это несостоятельно Не то чтобы несостоятельно А знаешь что бывает Вроде бы план правильный Вроде бы идеи хорошие А где-то что-то просто не учтено Не доработано Где-то что-то не доработано То есть вполне возможно Что те люди Которые о чем-то говорили Писали книги Свои рассказы Или что-то еще Или просто выступали Там на видео Какие-то планы Они говорили свои посылы И представления о том Как жить Не учтя может быть Какого-то социального вопроса Экономического вопроса И много-много чего другого Что в жизни Обязательно будет присутствовать И получается Что человек Отправляясь на землю И получается Что человек Отправляясь на землю Он воодушевлен Вот этим всем У него В глазках Различные темы Из-за того Что он прочитал книги У кого-то кедры шумят У кого-то деньги звенят У кого-то там Еще что-то происходит Неважно Опять же Выпадает из реальности А потом с этой реальностью Сталкиваются Да 20 лет спустя Да И что получается К примеру Опять же Приезжаю в какое-то поселение Говорю Где первые поселенцы Там например 100 домов Выходит Человека два Я говорю Это все? Ну 100 участков Не дома 100 участков Это все? Все Так ладно А где вторая? Говорит А вот вторая волна Выходит еще человека три Так И это все? А участков 100? Говорю Хорошо Значит третья волна есть Кто еще? И выходит третья волна Там еще человек 4-5 Говорю Стоп А где остальные-то? Ну вот вас тут 10 Ну там 12 человек А 100 участков-то Где? А говорит Ну остальные в городах Остальные тут не приехали У остальных там еще чего-то Говорю То есть поселения Как такового нет А вот это уже Очень тревожный звоночек То есть Они все в обносках Ну в большинстве своем Дома у многих На скорую руку сделаны Чтобы не повторять Ниф-нифа Наф-нафа Своего какого-то Обеспечения нет И они Живут в общем-то хорошо Они не нуждаются в чем-то Вот они такие веселые Довольные Но Если вдруг появится человек 10 бандитов Которым эта земля Будет нужна Мы сейчас не назовем там Сектора и прочее Просто кто-то позарится на землю Они придут И поодиночке Всех или замочат Или просто выставят Оттуда Забрав всю землю И мне значит Буржозера От администрации Ну в общем да Да Нет Даже если все оформлено правильно Просто будет Рейдерский захват Ну земля хорошая Можно здесь построить Дачный кооператив Можно сюда людей призвать А люди тут приходят Которых уже что-то в голове есть Которых есть деньги Они же умеют считать Так вот И получается Что в любой момент Если ваша земля Кому-то понравится Вас выставят Мало ли Дальше Если кому-то не понравится Он просто дороги все перекроют Завалят их Несколько там бетоновозов Подъедут Или мусоровозов Свалят Это все Такую стенку И вас перекроют Да это вот Если огромное количество И как быть Что мне отвечают А у меня типа берданка есть Я буду отстреливаться Я говорю Слушай А ты вообще иногда спишь А бандиты Он вообще там приходит Пять человек Они дежурить начинают И когда ты заснешь А ты обязательно заснешь Просто придут И сделают свое дело И вот таких разговоров У нас очень много И очень часто Люди не понимают Что происходит А это говорит о том Что они живут В своей Маленькой Такой Как ты называл слово Парадигма Часто тебя Я слышала слово Которая у них Вот где-то вот здесь Вот витает Которая была создана Из каких-то мифов Представлений Добрых пожеланий Ну такая смесь И вот они в этом Крутятся и вертятся А от реальности Отталкиваются И вот теперь уже Приходит время Нам говорить о державе Вот такое вступление У нас получилось Добро Хорошо Я свои Три копейки Вставлю Когда я занимался Земством По Воронежской области Мне звонили Главы поселений И говорю Вася мы к тебе Я говорю Стоп-стоп-стоп-стоп Вы же свое поселение А вы же главы Я говорю Вася А у нас никого нет Типа мы тут Заколебались Не с кем То у кого-то Пришли вместе с нами Но потом ушли Работать-то в городе надо Как бы На земле Не особо все хотят работать Вот Когда с реальностями Сталкиваются А другие говорят И за нами И так не пошли А третий говорит А мы вот Вначале решили Сами сесть Показать своим примером Думали за нами пойдет поток Народа Видя наш пример А почему-то не пошел Народ Почему-то Да И они говорят Мы к тебе То есть Вот такая вот штука Я ездил к Виталию Сундакову Брал у него интервью Мы тоже за камерой Разговаривали на эту тематику Он тоже мне подкинул идею Он говорит Вася Выкупай Сам садись И вот к тебе Будут приезжать Я понимаю Что это не работает Уже есть ребята Которые так пробовали Это не работает Кстати у Сундакового У него Кремль Я понимаю Что у него цели Другие Кремля были То же самое У него поселения нет Рядом почему-то С Сундаковым Деревня не появилась То есть я имею ввиду В Кремль люди приезжают А вот за шире Кремля Там уже Да То есть я к чему это К тому что Если мы На сегодняшнее реалии Будем смотреть То мы поймем Такую штуку Что чтобы сделать поселение Это минимум Должны быть Единомышленники Минимум Это надо заявиться Всему миру Не в Тихомолку Прийти В Берлогу Там или Ниф-ниф Нуф-нуф Эти самые Дома построить А заявиться Почему я это говорю Потому что Опять же Мне звонят Ребята с поселения Говорят Вася Бульдозеры Приехали к нашему поселению Что делать Они звонят Потому что Они знают Что я занимаюсь Местным самоуправлением Там ТОС и МСУ Дай нам срочно документы Мы сейчас Это Я говорю Ребят Ну блин Конечно дам Просто вопрос В том Что вы делали Пять лет На этом месте Мы жили Жизни радовались Мы вот значит Хороводы водили Фестивали проводили Я говорю И вы что За столько времени Не просто Не самоорганизовались Выражаясь Юридическим языком Из толпы Вы не заявились С организованной Общиной Нет Я говорю Ну вообще Красавцы просто То есть нельзя Вот на Украине Это четко показало Что правый сектор Приходит с автоматами Четко видит Перед собой Стадо И начинает Это стадо Разгонять Вот А если это стадо Еще бежит Вот как ты говоришь Безерданок Ну абсолютно Не подготовлено То идет сафари Такое Едут просто за ним Да То начинается Сафари В джейраны побежали То есть если быть Серьезными ребятами Разговаривая взрослые То надо подходить К вопросу Что моя Держава Не заканчивается За туалетом Или за забором Моим Моим Моего гектара Да 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 Она там только Начинается На самом деле Это тут интимная зона Скажем До забора Типа душа Да Типа где я моюсь Чтоб туда не совместно Многие к сожалению Не понимают Что ребята Наша держава Это очень масштабная Такая штука Вот давай Вот с тобой Сейчас озвучим Что ж такое Держава Вот теперь мы К этому подошли Итак Держава кстати Я тебе так вот Сейчас Могу заявить Ну конечно Не сто процентов Но вот как мне Это видится Глядя иногда В зомбоящик А я в зомбоящик Читаю так между строк Да Некоторые смотрят И верят тому Что говорят А я смотрю Немножко по другому Я вижу то что Люди не договаривают И почему это происходит Так вот Исходя из всех Тех телодвижений Которые сейчас В разных странах В первую очередь В одной из самых Больших стран мира Происходят Видно что Руководство страны Несколько смотрит С некой озадаченностью На то Что у нас вообще происходит Потому что В военном Промышленный комплекс Начал подниматься Вроде бы мы уже Стали показывать Кому-то зубки Да вот Сидим тут В державе И в большой стране И говорим А теперь Все ребята Вы опоздали Как один из Высок Да Высокопоставленных Прекрасные слова Сказал Не будем пальцем Показывать Его и так все знают Чтобы пальцем Еще показывать Он сказал Прекрасные слова Говорит Наши Заокеанские партнеры Очень сильно Просчитались Мы просто Очень сильно Верим Другим А вы не исполняли Ну сейчас Недословно говорю Так Но вы очень сильно Просчитались Потому что Мы теперь Уже по-другому К вам Относимся То есть Человек Открытую Сказал Я специально Цитирую Просто так Общими словами Чтобы было Смысл Что ребятушки Вы время упустили У нас теперь Есть все У нас есть И вооружение У нас есть И потенциал У нас Да еще пока Тяжеловато Да еще Это есть Но у нас Это уже есть Это заявление Которое Очень серьезное На политическом уровне Раньше Никогда Такого не было Раньше были Ну ребята Давайте жить дружно Такие коты Леопольда Собирались Давайте жить дружно Вы нас насилуете Ну хотя бы Без вот этих Игрушек Вот такого размера А вот так По чуть-чуть Мягонько Мы же партнеры Да А теперь уже Так какие игрушки Какое насилование Че ребята Вы что пошли Вон отсюда Уже пошли Серьезные заявления Мы вам не просто Так с улицы Мы уже серьезные ребята Это показатель первый Второй Я слышу На внутренних Каких-то форумах Другое Тут это было внешне Ладно Здесь понятно Это говорит о том Что мы готовы А теперь внутренне А внутренне Звучит озадаченность Людей Молодых Все чаще и чаще Созывают И Перед ними Выступают разные люди Которые говорят им О чем О морали О как жить О как строить О как учиться И так далее Понятно Что каждый из них Говорит с точки зрения Своего представления Понятно Что там как-то Что-то расходится Потому что Все они Цивилизационные люди О чем мы Сначала говорили У каждого Своё представление Но Видно Что они уже Начинают Репку-то почесывать Что что-то Дет и так Дальше Экономические внутренние формы Мы видим Что тут тоже Возбухание идет Оказывается Уже не устраивает Вот та самая Парадигма Которую нам Кто-то навязал Опять же к Сундакову Он говорил Что к ним Уже обращаются Ну так назовем Околоминистровые люди Которые говорят Слушай Подкинь нам Хотя бы там Намеки На национальную идею То есть Мы видим Что и внешне Созрела Уже ситуация Когда вот Вам да Так По-русски Да Когда уже Не за спиной А прям так В нос Когда И понимает Что воспитание Оно много дает И одними винтиками Шпунтиками Не обойдешься И необходимо Создавать элиту Из нормальных людей Управленцев А не продажных шкур Которые готовы Как проститутки Нашим и вашим Лишь бы платили И экономическая ситуация Исходя из этого Внутренняя Тоже уже не устраивает Многих В том числе И высший порядок И тут Ты правильно сказал Возникает вопрос А какая национальная идея Так вот Национальная идея Очень сильно переплетается С той О которых мы Очень часто говорим И я думаю Что если захотят С нами Пообщаться По Не просто по душам По прокурорском формате А по душам С точки зрения Ребята Давайте мы рассмотрим Что вы представляете Вот тогда можно будет Разложить А как сделать так Чтобы Те кто находятся Сейчас у власти Не просто дрожали За свои семьи Не просто дрожали За свое имущество Не просто дрожали За свои места Которые им дают Возможность Получать имущество И содержать семьи Которые будут содержать Которые будут хранить охрана И высокие заборы А чтобы они могли Вот так вот выйти Просто в народ Им сказали Какой человек идет Я хочу Чтобы он Жил Управлял страной И чтобы все было так Как у нас сейчас есть Да Чтобы процветали А не так Что О гад Поехал за охраной Я бы достал тебе Да Вот Чтобы там Каждый рогатку Не вытаскивал И не пытался В эту Там Стрельнуть в машину Вот если вы захотите Помидором Ну помидором кинуть Там яйцом Да Или за рогатки Пульнуть Так вот Если вы захотите Чтобы так было Я думаю Пришло время Уже начинать Разговаривать с теми Кто не просто Воспитывался В всяких Лондонах И Парижах Во всяких там Иностранных Вот этих Закрытых университетах Где Людям вбивают В голову Как надо правильно Сидеть на шее Трудящегося класса И при этом Побольше высасывать А сделать так Чтобы У всех Все хватало Чтобы не было Обездоленных Не было проблем С управлением С руководством И не было проблем С теми Кто находится За пределами страны Чтобы Те кто находится За пределами страны Хотели с нами Соединиться Не с точки зрения Что вы сильнее А с точки зрения Что у вас лучше И мы так же хотим Как вот из Советского Союза Диссиденты Некоторые бежали на запад Почему Там жизнь слаще Там джинсовка Там пипси кола Там мальбер и так далее Почему бежали Им показали Эту картинку красивую А мы не будем Показывать красивую картинку Мы покажем тем Как мы живем Без форса Без каких-то там Вот этих вот Маскарадов К нам просто Захотят присоединяться Многие Мне к примеру И пишут письма Они говорят Вася, а как Вот объясни мне Пожалуйста Что в державе И как должно быть Да Многие Задают вот такие вопросы Потому что Они не представляют себе Державную жизнь Они себе Вот видят Сегодняшнюю Вот эту потребительскую жизнь Вот И они говорят Блин, а с чего начинать Понятно Понятно, что Надо начинать С поселений Понятно, что Надо начинать Я в первую очередь С общины Не важно Как ее назвать Родовая община Я не знаю Неродовая Не имеет значения Но вы должны Я лично считаю Что если я сел С соседом Я должен Как минимум Ударить с ним По рукам И договориться Об определенных вещах Это называется Во всех странах Гадким Матерным словом Идеология Когда есть какой-то идеал И его типа изучили Во что-то вложили Ему пытаются следовать Или идея Ну это и есть Идеология, идея Да, идеал Оно все даже идет Что ты хочешь Я хочу вот это Вот это Вот теперь Нам необходимо Создать тот образ В котором мы хотим жить Исходя из составленного образа Выстраивать пути Для достижения этой цели Цели от слова цельность Цельный Нирвана Подобрать инструментарий Который Который мы достигли Нашей идеи Самый простой способ Решения этой проблемы Это изучить то Что сейчас у нас есть И то что было когда-то Изучить наше прошлое Это само собой И дальше Когда мы изучим По-настоящему Не просто из-за того Что оно кто-то написал А по-настоящему Что было И поймем То откроются Интересные моменты Мы сможем Проанализировать Что что есть сейчас Как это все действует Почему так все плохо Разно эти вот Измы Не в древнем нашем представлении Измы А в современном Феодализм Капитализм Анархизм Анархизм И так далее Социализм Коммунизм Вот И когда мы это изучим Мы поймем Что все Эти Измы Это маленькие Части Огромного Чего-то большого Просто выдернутые Так вопрос А где тогда то большое Я даже говорю Что римское право Выдернуто Да Выдернуто Потому что Если мы почитаем Труды О той Республике Римской Которая была тогда Мы увидим Что там в общем-то Было самодержавие Народовластия И только потом Через парламенты Подкупленных Товарищей Оно превратилось В то самое Римское право И в то самую Римскую Так называемую В кавычках Империю Которая Нам сейчас Всем преподается А до этого Там была Именно Система Самоуправления Построенная Кстати На основе Этрусского управления А этрусские Уже наверное Я не знаю Нашим зрителям Надо говорить Кто такие этрусские Надо Надо говорить Будут и новенькие Смотреть это видео Огромное количество Фильмов О том Кто такие Этрусские Этрусские Это не латиняне Этрусские Это те Которые По этносу Были наши предки Этносы русские Или это Русские То есть Это Наша Одна из ветвей Наших Обратимых Наших предков Которые В свое время Очень замечательно Жили Вот в тех Местах Которые Создали И жрецую Который Сейчас Греция Называется И Рим И многое Чего другого Ну так вот Это такой Маленький Эксорс Почитайте Поинтересуйтесь Очень интересно Так вот Если мы Коснемся Того Как жили И сколько Жили Мы увидим Что Развал Ведической Древней Нашей цивилизации Повлек Появление В разных Местах Разных Направлений Типа Римской Типа Греческой И так далее Которые Происходили Веками Развал И они сразу Развал Конечно Расшатывали Расшатывали Вот так вот Вплоть до того Что сейчас Три копейки Вставлю Для зрителей Я немножко Изучал Земскую Историю Земства На Руси Я тоже Видел Как Земства Специально Разваливали Изначально То есть Потом Стали Земства Наказные Оказывается То есть Наказом Назначались Сверху То есть Уже была Вертикаль Власти То есть Извратили Понятие Земства Сейчас Оказывается Диссертации Об этом Пишут И мне Паручок Уже Отписало Которые Написали Свои Работы Труды По Земству Они говорят Вася Не неси Чепуху Земства Были Всегда Наказные Так Они Функционировали И тому Прочее Ребята Копайте Глубже Просто Ты же Основываешься На каких На советских Учебниках Молодец А кто Писал Советские Учебники И с какой Целью Нет Советские Учебники Не все Были Плохие Здесь Надо Признать И многие Все равно Частично Там была Ложь И идеология Была Даже В историю Конечно Я просто Говорю Что Некоторые Советские Учебники Сейчас Берут На вооружение И по ним Воспитывают Очень хорошо И обучают Детей То есть Уровень Был Ну Естественно Все это Было Подправлено Еще Время Екатерины Петра И так Дальше Так вот Я к чему Это все Дело Вел Если Мы Начинаем Копать Поглубже То Мы Видим Что Оказывается Нашей Пускай Современное Слово Цивилизации Многие Тысячи Тысяч Лет И стоит Вопрос Если Я подтверждаю Как буровик Который Бурил На уральских Горах Из таких Глубин Километровых Ну не километровых У нас Бурение До тысячи К примеру 600 метров Там 400 метров А это Геологи Описывали Как Мезозойный Там Какой-то В общем Еще тогда Только суп Варился На планете А мы уже Оттуда С этих глубин Доставали Отпечатки Листиков Окаменевших То есть Как Вот просто Как буровик Вам рассказывают Что История Ложь Так вот Если мы Сейчас Увидим На самом деле Что оказывается Наши предки Жили многие Десятки Сотни Тысяч Лет Здесь Встает вопрос А как Они выжили Причем Они жили Не вот в этих Мамонтовых Шкурах Как нам Это представляют А артефакты Которые До нас Дошли Они Настолько Высокотехнологичные Что Современные Ученые Долгие годы Чешут Репу А как Вот те Самые Ребята Бегающие С каменными Топорами За поясом Могли Такое построить Если Сейчас При всей Технике Которая у нас Есть Мы Этого Сделать Не Можем Так Вот Они Не Бегали Тогда С топорами И Шкурах Мамонта С каменными Топорами Они Были Вполне Цивилизованные Опять же Современное Слово Говорю Людьми Которые Прекрасно Жили В тех Условиях Не Разрушали Природу Умели Использовать Ландшафты Умели Их Достраивать И В общем-то Жили Очень И очень Хорошо Мало Того Не только И ученые Когда говорят Ну столько же Было Потопов Столько же Было Катаклизмов Так у меня вопрос А если Наши предки Сумели Это все Пережить Неужели Нужны Какие-то Еще Доказательства О том Что наши Предки Были Намного Мудрее То есть Строить Они могли Лучше Перемещаться Они могли Больше И свободнее Чем мы Сейчас Потому что Следы наших Древних Предков По всей Вообще Планете Находятся Вот Весь Вся Северная Полушария Усыпана Артефактами Которые Относятся К нашим Предкам Они могли Это все Делать Перемещаться Они смогли Это все Пережить Мало Того Сохранилась Величайшая Держава По размерам Которая Потом Плавненько Перешла В царскую Империю Которая Была Только Часть Этой Державы Потом Плавненько Перешла Советский Союз Которая Была Только Часть Этой Империи И Подумайте Но неужели Люди С топорами Могли Содержать В достатке Эту Державу И уже Говорят Все артефакты Что и на Дальнем Востоке И на Дальнем Западе Говорили на одном и том же языке И письменность была одинаковая Ну Голову включаем Значит Получается Наша древность Очень и очень Велика Так вопрос Как один Ученый Уж не помню Кто говорил Что ли Владимир Романович Скал Судить О народе О некой Рассе Можно По ее Преданиям И сказам Чем древнее Тем Значит Мудрее Сказы Предания Сказки Вот А по сказкам Мы же знаем Что у нас И как у нас Сказка Лошадь Давниваем К примеру Недавние народы Которые родились Спроси У французов Франция В каком там 1800 В каком там Году Родилась Есть ли у них Сказки Есть ли у них Предания Авторские Народные Очень-очень Какие-то Такие Там кто-то Кого-то Съел Знаешь Такое Как будто бы Каннибалистов Описывают Кто-то Кого-то Съел Кто-то Кого-то Сварил Закопал Убил Вот Этим Все строится А у нас Сказки Несколько Другие Блин Если взять Тех же Японцев Китайцев Корейцев У них же Там Вечно Белые Боги Прилетают Странные Какие-то Странные Боги Неправильные Не вписывающиеся В цивилизацию Ну так вот Подведу итог Если все Это сложить Вместе В том числе И предания Которых ты Сказал То получится Что наши Предки Жили давным Давно Жили В ладу Потому что Убийств Как-то так Очень-очень Мало Находят Вот И Все было Замечательно Хорошо Так на кого Надо полагаться На те Измы Которые Современности Нам вкладывают Или все-таки На то Что было В древности И многие Десятки И сотни Тысячелетий Позволяло Нашим предкам Здесь Не просто Выживать А жить В достатке И хорошо Владея Многими Технологическими Возможностями Техногенные Еще Правильное слово В общем Создавать Вот это все Давай Допустим Что наш зритель Понимает Такие вещи Вот мы сейчас Подвели Да И теперь А как же нам Теперь быть Значит мы Должны взять Основу Той жизни Которая позволила Нам жить И Применив Те достижения Которые сейчас Нам пока Изведанные Нам даны Сделать так Чтобы не разрушая Себя Жить по совести Владу с природой И потихонечку По мере Возможностей Безреволюционно Заменять То что Уже Устарело На то Что было Когда-то В древности Ну скажем так Открытие На то Что более Качественное Что нас Не разрушает Тем самым Мы не будем Загрязнять Реки Мы будем Поддерживать Природу Природу В нормальном Состоянии И сможем Нормально Жить А для этого В равновесии А вот для этого Теперь Самая-самая Вкусняшка Уже наконец Теперь Как к этому Прийти Итак Первое Это Не просто Идеология А это Правильный Образ Жизнеспособный Вот это Первое Потому что У меня есть Идеология Я хочу Сидеть Под звенящими Кедрами У меня есть Идеология Я хочу Сидеть Своей Берлоги Ну и так далее Каждый Говорит Своей Диологией Каждый О своем Пазлике Рассказывает Да Вася Пойми Вот как Я переписывался С автором Видеороликов Как же Вы сейчас Вспомнил Анастасиевец Который Свои Фильмы Выпускает И вечно В конце Фильма Призывает Вступайте В нашу Партию У него Классные Ролики Да Я с ним Переписывался Он Говорит Пойми Вот только Когда Человек Придет Сядет А сама Почему-то Поменяется Сама По себе Вот Тогда Значит Все Произойдет И люди Получат Все Знания Сразу К ним Придут То есть Вот Чем Дело Я И Это Я К слову Твоему О том Что Этого Недостаточно Да Одной Диалогии Недостаточно Надо Подходить Системно Вот Как я Лично Считаю Вот А держава На то и держава Что Это не слово Драть Как Есть такая Версия Что Драть Держать А не Драть Так вот Держава Это то Что Само Себя Держит То есть Оно Обеспечено Чем Люди Понимают Что Они Делают То есть Это Осознанность Это Вот Как раз Вариант Идеологии Есть Подготовленные Учителя Которые Способны Людям Передавать Опыт И Воспитывать Новое Поколение Это К разряду Мироедов Сейчас Опять Я перебью Вот Запомни Сейчас Мы К этому Вернемся То есть Мы Возвращаемся Чуть Анализируем Не люблю Это Тоже Слово То есть Вспоминаем Мы Начинали Разговор С чего Человек Сел И считаю Что За забором Его держава Заканчивается Я надеюсь Зрители Понимают Что Теперь Надо Подходить Системно И Обширно К этому Вопросу Что Такое Держава Вот Начинай Опять Пальцы Загибать Что Такое Держава То есть Твоя Держава Не заканчивается Она там Только Начинается Чем Ты должен Заниматься За что Ты отвечаешь Какую Ответственность Ты несешь И Понятие Державности Здесь Только Начинается Мы Только Подошли К пониманию Державы Сейчас Самое Вкусно Начинается Правильные Диалоги На основе Осознанности Правильные Люди Подготовленные Которые Готовы Молодому Поколению Это Передавать А раз Есть Мироеды Значит Необходимо Общество Которое Мироеды Будет Содержать Но Иначе Они Сами Не смогут Содержать Правильно Вот Учитель Он На Той Учитель Чтобы Учить Некоторые Скажут Давайте Создавать Общины В которых Будут Учитель Кузнец Там Плотник То есть Вот Такие Вечи Некоторые Будут Говорить Достаточно Общины В Населением Там Ну К примеру 100-200 Человек Ну Я Как бы Предполагаю Что Там Сейчас Будут Хорошо Пускай Будет 100-200 Человек Нет Я Не Против Так А Дальше То Что Так Вот Значит Если Есть Мироеды Значит Необходимо Те Кто Это Мироед Будет Содержать Потому Что Мироед Обязан Это Его Обязанности Обеспечивать Жизнь Этой Общины И Пахать Учитель Должен Воспитывать И Учить Детей Как В поле Правильно Пахать Как Правильно Жить Как Сделать Так Чтобы Не Разрушать Природу Научить Считать Научить Высшей Математике Научить Зачем Да Мало Ли Чему Потому Что Многие Говорят Ну Вот Это Община Это Что Такое Там Забились Люди Куда Там Сидят По Норм По Своим В шкурах Бегают Нифига Подобно Друзья Мои Это Высокоразвитая Структура Где Учитель Должен Быть Как Меню С высшим Образованием А Если Он С высшим Образованием Ну Глупо Его Заставлять Гвозди Выправлять А еще Вот Пример Взял И Вот Ну Вот Случается Такое Сменил Мерность Учителя В поселении Нету Больше Учителя Выбор Или Среди Себя Находить Другого Учителя Или Брать Его Пригласить Пригласить А у вас же Держава Заканчивается За Поселением Многие Живут Дальше Да Че дальше Вот Если Вы Считаете Что Ваша Держава Это Ваше Поселение То Значит Вы Тогда Не Можете Никого Пригласить Потому Что У вас Держава Дальше То Нет То Вы Должны Масштабно Реально В общем Дальше Должны Быть Ну Есть Понятие Начинающий Это Лекарь Дальше Есть Знахарь Который Знает И Дальше Есть Целитель Который Целит И так далее Да Это Те Которые Мироеды Ну И же Надо Содержать А Это Означает Что Община Как Минимум Должна Быть Настолько Самодостаточна Чтобы И Самим Не Впроголод Жить И Еще Обеспечить Этих Людей Мало Того Ведь Не Все Общины Имеют Например Свою Шахту Из Которой Можно Получать Руду Не Только Алмазики Хотя Боруду Железную Не Не Все Общины Имеют Свой Сталелитейный Комбинат На Котором Можно Производить Прокат Не Все Общины Имеют Свой Завод Тракторный Например Самолетики Да Вот Ну Не Все А Еще Безопасность Надо Обеспечить Блин Бывает Иногда Волки Заходят Иногда Что-то Случилось Кто-то Пришел В гости Оказалось Не с добрыми Мыслями Или Тарелка Села НЛО Да Мало Лишь Так Вот Получает Следующая Ситуация Уже Уже В общине Есть То Что Личное В этой Общине Принадлежит Общинное И Необходимо Это Поддерживать Но Если Мы Говорим Про То Что Например Достать Какую-то Технику Откуда Вы Возьмете Достать Какие-то Материалы Запчасти Откуда Вы Возьмете Но Если Вообще Не 100 Человек Живет Вы Что Одновременно Будете И Добытчики И Плавители Стали Прокатчики И Еще Это 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 Некоторые Мужчина Должен Владеть 300 Профессии Нет Пускай Откуда Возьмет Метал Откуда Взять Нет Плавильную Печь И так далее Полей у него Нет Чтобы вырасти Лен Можно Конечно Сделать Семиглазовым Восьмируким Себя И одновременно Успелось Сделать Но Я Таких Пока Не Встречал Так Получается Что Есть Уровень Общинный Внутри А есть Меж Общинный Вот Давай Начнем С общинного Самого Самого Простого Значит Мы Указали О том Что Есть Мероиды Которых Надо Содержать А раз Есть Мероиды Значит Должна Быть Община На Сегодняшний Момент Я встречаю Поселение Где Общины Нет Есть Жители Общины Нет Каждый Сидит На своем Уделе Каждый Например Косточку Обсасывает И в землю Сажает Свои Фекалии Берет И под куст Выливает Чтобы Типа Росло И его Энергия Наслаждалась Да Замечательно Здорово Я не говорю Про гигиену Не говорю Про оборот Который должен Природ Скажем Что надо Начали Чтоб Это Перебродило Червячки Перекушали Бактерии Червячки Должны Конечно Быть Да А то Некоторые Сразу Выливают Да Потом Что-то У нас Как-то Хорошо Да Вот То есть Необходимо Это все Учитывать То есть И знания Здесь Еще Должны Быть Ну Мы Сейчас Не в Биологию Лезем Там Не в Зоологию Ни во Что Просто Говорим Что Есть Такие Интересные Моменты На мой Взгляд Которые Имеют Место Жить Но Все Таки Природно Надо Действовать А природно Это Когда Все Как-то К месту Получается Но Мы Не Животные Не Коровы Которые Переработали То Что Нужно И Отдали Земле То Что Нужно Кролики Два Раза Свои Какашки Да Экономичные Ребята Экономичные Да Так Вот Выгодные Кстати Кролики Да Так Вот Получай Кормить Меньше Так Вот Что Получается Значит Община Это Не Когда Каждый Сидит В своем Уделе Община Это Когда Есть Общие Дела Когда Есть Не Только Частная Собственность Не Только Личная Собственность Но И Коллективная Собственность Из которой Вырастает И Частная И Личная Да Но Есть Коллективная Собственность Нравственная Еще Духовная Но Ты Сейчас Загнешь Да Это Понятно Я Сейчас Говорю Про Я Понимаю Журана Лет Через Десять Надо Будем Говорить Об этом И Раньше Сейчас Мы Просто Про Другое Чтобы Мозги Не Засорять Получается Если На Сегодняшний Момент Люди Сидят На Своих Уделах Это Не Община Это Всего Лишь Навсего Хутора Это Хутора На Которые Вас Кто-то Может Быть Специально А Может Быть По Незнанию Загнал Это Обособничество Когда Каждый Как Осыпь Сидит У Себя В Некоторых Поселениях Я Слышу Но Мы Создали Своё Родовое Поместье И Дальше Что У Нас Родятся Десять Детей Дальше Что Вы Своё Родовое Поместье Гектар Родите На Десять Получите По Десять Соток Постройте Десять Домов А Они Родят По Десять Детей Что Дальше Это Ошибка Я считаю Очень Многих Людей Мужей Таких Даже Общественных Ошибкой Заключается В чём Сейчас Объясню В том Что Многие Мнят Думают Что Они Обособлены Они Отделены От Общества Вот Когда Я слышу Речи Что Ой Это А я Вот Отдельно Это Большая Ошибка Бог Когда Нас Создавал Он Не Создавал Нас Отдельно Он Создавал Нас Всех Едиными И мы Должны Понимать Что Алексея Жизнь Зависит Напрямую От Меня Моя Жизнь Зависит Напрямую От Алексея Жизнь Он Богаче Начнёт Жить Я Начну Богаче Жить Я Начну Богаче Жить Он Начнёт Богаче Здоровыми Я Буду Здоровее Мы Начнём Природе Нормально Относиться Значит Природа Будет Нормально К нам Относиться То есть Всё Абсолютно Взаимосвязано В этом Мире Мне Вас По этому Поводу Не Надо Учить У Алексея На его Славянском Радио Очень Часто Бывают Такие Передачи На эту Тематику То есть Я К чему К тому Что Вы Не Отдельны От Этого Мира Ни В Коем Случа Это Большая Ошибка Считать Что Вы Создали Поселение И Оно Отдельно От Вообще Всего Там Я Не знаю РФ И Всего Мира Там И Ещё Кого То Чего То Ни В Того Что Вы Географически Находитесь На Её Территорию Это Глупо Считать Что Вы В Центре Страны Создали Поселение Которое Обособлено Хотя Бо С точки Зрения Божественной На Нас Смотрит Мироздание И Думает Ну Глупцы А Все Прекрасно Знают Слышали Что Бабочка Взмахнула Крылышком А Это Отражается На Всем Мире Почему То Мне Эту Премудрость Все Рассказывают И Тут Ж Говорят Я Вышел Из Системы Продолжаем Ну Да В общем Получается Что Сейчас Мы Все По сути Все Кто Больше Кто Меньше Живем В Определенных Догмах Которые В себя Когда-то Засунули Вирус Так Так И Вирус Цивилизационные Вирусы И Вот Сейчас Я думаю Что Многие Поняли Что До Тех Пор Пока У вас Нет Коллектива Коллективного Так Называемого Хозяйства Понимание Что Мы Едины Понимание Вот То О чем Я Часто Говорю Коллективный Разум Я Уж Не Знаю Я Боюсь Уже Эти Слова Употреблять Я Понимаю Что Сегодня Нереально Сразу Включить Этот Коллективный Разум Но Мы Для Начала Должны Осознать Что Я Завишу От Того Как Живет И Что Думает Алексей Он Зависит От Меня То Мы Друг От Друга Зависимы Мы Зависимы От Всего Даже От Тучи Которая Над Нашими Головами Проходит Мы Зависимы Дождь Пойдет Значит Мы Так Будем Жить Из Дома Лишний Раз Не Уедем Ну Что За Глупости Говорит Что Мы Создаем Поселение Мы Ну Не Там Держава Моя Заканчивается Вот К чему Я Веду Ребята Наша Держава Это Говорит Не Говорит Вообще Все Мироздание Наша Держава Ну Так Вот Значит До Тех Пор Пока У Вас Нет Коллективного Добывания Продовольствия Коллективного Сбыта Обмена С Другими Общинами Системность Снабжения Жителей Которые Даже Сейчас В общинах Не Находятся Вы Не Сможете Выжить Полноценно Вы Будете Просто Выживать Как-то Вот Существую И не Более Того Я Знаю Некоторые Общины Которые За счет Отдельных Хозяев Чувствуют Себя В общем-то Не так Плохо Если Присмотреться Но Если Еще Глубже Копануть То Окажется Что Хорошо Себ Чувствуют Хозяева Которые Просто Эксплуатируют Общинников Как рабы Перешли К хозяину Другую Не в городе А в этой общине Их все устраивает Такие рабы Живут Которые Вот Мне предоставили Условия Я теперь Здесь работаю Просто У них Чуть Пошоколаднее Просто Они себя чувствуют Более свободно Что такое Раб Раб Который Добровольно Ищет Другого Хозяина Если Его недоволен Хозяин Он не Хозяином Он не пытается Стать Самостоятельным Он пытается Найти другого Хозяина Вот это Идеология Раба Юрий В день Я что-то Такое Слышал Переходил Крестьянин От одного К другому Помещик Покруче Пока не запретили Вот тебе Бабушка Юрий В день Так вот Получается Что Большинство Уйдя из цивилизации Живут Продолжают Жить Рабами Перейдя От Глобального Рабовладельца К локальному Рабовладельцу И если Вы разберете Что происходит В большинстве Общин Есть Предприниматели Которые Нанимают общинников Или рядом Находящихся людей В соседних деревнях Для исполнения Их каких-то целей Кто-то там Иван-чай продает Кто-то орешки Кто-то еще что-то Кто-то масло гонит Но Хозяин один Это не общинный подход К жизни Община с этого Имеет косвенно Даже Почему косвенно Потому что Общины как такового нет Есть просто Отдельные владельцы Которые Занимаются делом И нанимают себе Это батрачество Называется Люди честно говоря Даже не знают Не понимают Что такое община Так вот мы сейчас к этому идем Община это когда Есть единый уклад Когда Есть совет Как в земстве Вот есть совет Есть достойные мужи Которые решают Основные вопросы Необходимые Которые необходимо решить Для того чтобы община решить Для того чтобы община Жила хорошо Этих мужей По определенным принципам По определенным правилам И порядкам Выбирают А я сказал так даже Назначают На определенной должности И они обязаны Кто-то следит за порядком Кто-то следит за этим Кто-то следит за этим Кто-то за уборкой Кто-то за тем За пятьдесятом И так далее И есть совет Который Назначается Оказывается За забором Только все начинается Я вот о своем заборе Что за порядком Надо последить Потом еще Кого-то назначить Ответственным Там уличком Какого-то Да То есть Подлатать Какой-то там У вас Примером мостик Идет там Дорога проходит И так далее Но это сейчас Ты уже держал Мы пока про общину говорим Так вот В общине Есть Так называемые Правители Которых назначили Управлять И в том случае Если они что-то делают Плохое То в этом случае Происходит переизбрание То есть Достойные выбирают Из самых достойных Лучшие выбирают Из лучших Вот это община И тогда Вот этот совет Приглашая Агронома со стороны Или воспитав своего Который в институте Проучился Который знает Когда сеть Когда что Посоветовавшись С волхвом Или гидромедцентром Определяют А когда лучше Посевную А когда лучше Уборку А поливать Не поливать А нужны удобрения Или нет Или навозы Достаточно И так далее Они определяют Как должно Что-то существовать Вот это и есть Управление Дальше Но община Обратите внимание Живет не на хуторах Она живет Совместно компактно И вот тут Мы сейчас касаемся Интересного момента В общине Могут быть И компактное Проживание И хуторское Но Хуторское нужно На момент Когда идет Производство продукции Например Взращивание хлеба Морковки Нужны поля Поля Вот они рядом С полями живут И община Им выделила Эти места Например Тебе 2 гектара Чтобы была капуста Морковка Тебе гектара Чтобы была пшеница Тебе 10 гектаров Чтобы было вот это И так далее Община Выделила дома Выделила семена Все из своего фонда И туда помогла Переехать тебе на лето Там твои детишки Потому что Зимой учатся И осенью А летом Они там отдыхают Бег с другими Ну что там гектар пробежать Ребенку Собраться В горелке поиграть Так вот На хуторах живут Летом Когда эта продукция Производится Наступает осень Совместно Приезжает техника Приходят общинники Убирают Морковку Картошку Кукурузу Ну что у вас есть Пшеницу Везут в закрома И если твой хутор Уже обработан Что там тебе делать Куковать Там уже холодно Там уже не погуляешь Осень начинает Детям надо в школу идти И они переезжают В село И уже компактно проживают Почему? Потому что в селе Свои хоромы Дом там Двух Именно Который Твой По-настоящему А не изба Которая там В хуторе И нам сегодня впаривают Что мы так жили Испокон веков Именно Почему? Потому что Содержать на улице Дома Намного проще Нежели чем Содержать отдельно На хуторе Который там За 3-5 километров Это первое Второе Обрабатывать полученную продукцию Удобнее Если вы компактно проживаете А ведь с осени Начинается обработка продукции Это надо ее переработать Надо ее положить за крома Надо там в урты убрать И прочее Проще продавать отсюда Потому что Ты живешь Ты складом Сейчас завладеешь Ты на предприятии Обработки Ты на доставке И так далее Ведь осень Это Алексей Сейчас говорит Про общинный образ жизни А то я уже предвижу Там некоторые напишут Нет я хочу сам Да пожалуйста Сам на 50 гектарах Сам себе ставь В цеха Там все делают Просто сейчас речь Об общинном укладе жизни То есть Зимой Осень Зима До начала Посевной Люди живут компактно А так лучше и проще Потому что Когда снега Вот такие вот Разгребать улицу Одному Тяжеловато Вокруг своего хутора А когда у тебя Есть техника Например Один трактор На общину Который Да Гредер Один трактор Добрый Там два или один комбайна Там перерабатывающая И эта техника Она целиком Парк для этой общины И вы все это обрабатываете Дальше Тебе не надо ходить За 10 километров На ферму Которая например Там что-то производит Ты живешь здесь Ты идешь на ферму Тебе не надо За 3-9 земель Ходить на перерабатывающий Комбинат Ты зимой И осень живешь здесь И ты идешь И трудишься на комбинате Тебе не надо ходить на склад Ты здесь же живешь А наступает посевная Опять собрались Сказали Вот в прошлом году Ну все в оборот Вы выращивали вот это Вот это Давайте теперь вам На ваших гектарах Вот это вот это поручим О хорошо Технологию знаете Агроном подошел Все рассказал Показать Хотите сами пожалуйста Нужны помощники Без проблем Совместно пришли Посадили там 4 гектара картошки Ну условно беру там Там 10 гектар пшеницы Овса Еще чего-то Еще чего-то 50 гектар коноплей К примеру да И свое конопельное производство Вот И замечательно Все здорово И летом опять Все на хутора Потому что Разъехались Потому что сезон обучения Закончен Детям надо гулять Играть Им надо бегать Ходить в ночное И так далее Причем люди сами добровольно Говорят О ребята Я коноплеводец Я вот это Пожалуйста Я могу это А другой говорит Я в прошлом году Картошкой занялся Я коноплю не умею заниматься Не вопрос Меняются люди Никто никого не заставляет Это уже вопрос другой То есть принцип какой общинности В общинности нет Заставления В общинности Еще раз Сначала сказал Первый пункт Это осознанность И воля Только осознанность Когда есть осознанность Ты понимаешь И ты делаешь Проявил волю Сказал Ребята Я хочу Все Про волю мы отдельно Можем поговорить Так вот То есть Понимаем Что общинный уклад жизни Он более разносторонний Нежели чем Просто жизнь в деревне Жизнь на даче И жизнь на своем поселении Гектаре Это более интересно То есть на гектаре Свободное время Ты можешь делать что угодно Интересно Это единственный способ жизни Вообще Чтобы ты процветал Да конечно А выживать Да На одном гектаре Да А например А в поселении У тебя есть возможность Например Центрального отопления Сделать дома Это же дешевле получается И община Это будет поддерживать Центральную дорогу провести Чтобы не по колдобинам ехать Центральная школа Где обучение Поликлиника Детский сад Досуговый центр Малая авиация Что угодно Что угодно Ребеманку поставили Что угодно Что угодно Вот это и есть Зимой компактно живем Потому что холодно И выгоднее так жить Потому что переработка И распространение Вот здесь А летом Пожалуйста Хутора Раздоли Для детей Грибы Ягоды Играйте Бегайте Пляшите А взрослые Наблюдают за тем Чтобы урожай Вовремя Процветал Рост Если нужна техника Присылается техника Обработали Окучили А дальше Худешь Поддергиваешь То есть Никакого рабского труда Никакого переизбытка Траты энергии Никакого вот этого Заставления Рабского труда Не должно быть Все только через Понятие добровое Это выгодно Так жить выгодно Так жили наши предки Были и хутора И были общинные поселения Где община следит Чтобы дома были на месте И так далее А вот дальше Мы уже можем перейти Когда поняли Что так Ну это мы сейчас Только раскрыли Такое вот чуть-чуть А дальше мы переходим Уже взаимодействие общин Как общины живут между собой А вот там дальше есть Меж общинные совещания Которые например Определяют Вот 10 общин живет в округе Например У этих картошки Переизбыток Они вот решили посадить А у этих зерна Переизбыток А у этих это И свой централизованный Центр сбыта Где каждая община В этот централизованный Центр сбыта Привозит свою продукцию И у них есть Как я Логистический центр Который позволяет Ближайшие города Станции Да те же самые общины Обеспечивать чем-то Необходимо Логистика для этого Собственно Придумывалось Дальше У этих есть Производство одежды Пошивочный Свой центр Коноплю вырастили У них прекрасные ткани Эти шьют Эти лен вырастили Эти шьют И так далее Это покрасочный центр У этого химическая лаборатория Своя У этих транспортный цех Который что-то производит Ремонтирует И так далее У этих мини завод свой Эти плавильня Своя есть И вот эти вот Десять общин Уже создают Такую вот То что называется Весь Которая Будет содержать Общинную Некую организацию Структуру Как угодно После этого Мы смотрим А есть еще Город центральный Какое-то местечко Вокруг которого Вот эти по десять штук Например Или по двадцать Соединены вместе И там уже Выстраивается Централизованное Не подавление А централизованное Логистическое Сейчас говорят Система управления Который говорит У этих вот ребят Вот это прекрасно А вот тут Этого не хватает Давайте-ка мы Через биржу Сетпродаем Обмениваемся Я вот сейчас Вставлю Два-пять-три Копейки Я вот приехал Севера в Воронеж Да Я приехал честно Лучше бы не обижались На меня воронежские Ягоды Но не тот вкус Воронежские Грибы Но не тот вкус Я разбалован Северные грибы Северные ягоды Они намного вкуснее Уж простите Мне вот это вольное Своё Я к чему К тому что Мы же можем По Воронежской области К примеру Выращивать Что растет Виноград Яблоки Груши Там у нас В республике Коми Откуда я пришел Тяжеловато с виноградом Там картошка Даже не растет То есть А ягод много Мы им туда Через нашу Логистическую Всю эту вещь Через структуру Отправляем Виноград Яблоки Это Они нам шлют Свои ягоды Гру Там Обмен товаром Обмен товаров То есть Собственно говоря Потребка операция Этим когда-то Занималась Именно Вот это и была держава Вот это основная функция державы То есть были купцы Которые гоняли Караваны Взад-вперед Я лично Купцы Державные Общинные Общинные Да Я лично Своими глазами Наблюдал В тундре 67 параллель Прямейшую дорогу В тундре Которые заросшие Там местные Меня там чупчево Выгонял Чуть ли не бердан Конечно Мы на МТЛБ Ее пересекали Он говорит Вы нашу вековую Дорогу Типа Как они ее называют Не божественную В общем Наехали на нашу реликвию Вот И я пока не спустился С МТЛБ Не присел И не посмотрел Вот так как стрела До горизонта Дорога идущая То есть наши предки Создавали дороги Вот именно для этого Она там Путь этот Караван Который там Шелковый путь Выскочила Рассказывай Это наши общинники Наши купцы Общинные Скажем так Ездили Обмен совершали Даже не ездили Может там Где-то там Может в Италии Может Планировали Не факт Просто к чему Разговор К тому что Ничего не надо Изобретать У нас все Есть на самом деле Знаешь Чего у нас нет Помнишь как это Матроскин говорил Все у нас есть У нас Пока у нас Ребята Мы не осознали Всю Всю прелесть И превосходство Державного образа жизни То есть Алексей Рассказывает Самых азов Чтобы вы понимали Создаешь общину Община Взаимодействует С другой общиной Общины Они уже Выходят На свой уровень То есть Свой совет Вот то что я Называю Это земством Земство Вмещают в себя Несколько местных Самоуправлений По области Воронежской К примеру Когда я земство Создавал Я говорил Ребят Создаем местные Самоуправления В которые Входят Множество общин Сами формируйтесь Как хотите Сколько хотите Хотите по 5 По 10 штук Я сторонник Копного права Такие вещи Избирайте Среди себя Лучших И вы Самоорганизовываетесь Объединяйтесь В единое земство А земство Воронежское Будет взаимодействовать С земством Коми республики Земство Коми республики Будет с Москвой Тем более У нас сейчас Есть все возможности Для этого Юридически И не только Юридически И технические возможности И как это Мы можем И по интернету Пообщаться И база данных Куда чего Направлять Создание А потребка операции Ребята Которые занимаются Они уже даже Придумали эту систему Логистическую Как перемещать Продукты потребления Между собой Обмениваться То есть на самом деле Все есть Не хватает Только пока Осознания Мы потому что Отравлены цивилизацией Нам внушили Что другого У нас варианта нет Но сейчас Как с чего Начали мы Что сейчас Уже вот там Наверху Люди начинают Чесать репки И морщить Мудрые лбы А как нам дальше Что жить Потому что Видно что Подкатывает Какой-то такой Неприятный Горлу Момент Который уже Мешает дышать Тем кто наверху Мешает жить Который чуть-чуть Пониже Шеи И в общем-то Как-то создается Ситуация Такая Расшатывающая Революционная Которую нам Нельзя допускать Просто Нельзя Примеров Огромное количество Дальше происходит К примеру Вот С чем я столкнулся В ближайшие годы Мы к закону Слава богу Уже относимся Не так Что Как нам батюшка Царь приказал Так мы и делаем А уже находятся Такие люди Как Не знаю Можно озвучивать Нет Или потом вырезать Как Галина Никитуха Бозина Там Левашов Тоже пытался Там То есть К чему Мы выросли И мы теперь На законы Мы смотрим Не вот так Вот А вот так То есть Мы переросли Эти законы Нравственно Духовно И умственно И мы прекрасно Понимаем Что законом Можно Воспользоваться В нашу пользу А не против Нашей пользы Поэтому Как бы Ребята Если мы Выросли На такой уровень Что мы можем Сегодня Законами Пользоваться В нашу пользу Делать Как нам Необходимо Как мы Это понимаем Как мы Это видим Так почему Бы этого Не сделать Я так думаю А не Обособиться Сказать О Вот это Вот мое Поместье Все Идите Все лесом Дальше И все И правый Сектор Меня Доминует Понимаешь Зачем Когда можно Все сделать Тем более Сегодня Опять же Повторюсь Есть все Даже Путин Говорит Местное Самоуправление Перевожу На наш язык Общины Общины И еще раз Общины Что непонятного Я не знаю Если честно Взаимодействие Только что Что вам Алексей Это на пальцах Разъяснил Доски Вот не хватает Чтоб Начертить Можно Ромашку Ромашечку И вот Все Стрелочки Поставить Что там Выше Можно Придумать Да уже Все Придумано Вземство Это все Перерастает Назовите Как хотите Я не настаиваю На земстве Не знаю Там родовые Какие-нибудь Советы Можно Это уже Это уже Пожелание Конечно Это уже Пожелание Главное Что надо Понять В законах Четко Прописано Каждое Местное Самоуправление Имеет Право Создавать Писать Исследовать Собственным Законам Все Черно Четко Сейчас у нас Есть одна Проблема Многие Чиновники Не понимают Насколько Это выгодно На сегодняшний Момент Когда Люди В его регионе Ни в чем Не нуждаются Когда люди Обеспечены Сытые И довольны И чиновнику Меньше проблем Чиновник Занимается Только тем Что он Поставлен со стороны Власти Наблюдать Чтобы Все было Хорошо И Представляешь Какая Чиновнику Сразу Гора с плеч Спадает Люди Сами себя Обеспечивают Самоуправляются Управляются Не нарушают Закон Потому что Кто захочет Закон Нормальный Человек В голову Не придет А где Можно нарушить Закон В конституции Примеру Чего там Есть такого Что по перегорла Да нету Там ничего Я просто Говорю про другое Если человек Сознательный Ему даже в голову И обеспеченный Живет Который Хорошо Ему даже в голову Не придется Становиться Каким-то маньяком Убийцей Ему в голову Не придет Чтобы Кого-то Растлевать В голову Не придет У кого-то Что-то Воровать Что-то Разрушать Представляешь Чиновнику Придется Спокойнее Спать Дома Потому что Он меньше Будет в это Вмешиваться И ему будет Медаль за медалью От вышестоящих Организаций Да в твоем регионе Классно все Смотри У тебя Магазины полные Чей продукции Своей продукции У тебя Вещей полно Чей продукции Своей продукции У тебя Народ веселится Радостный Экстремистов нет Какие экстремисты Зачем Какой там Это Прежде У тебя Дорогой Построились У тебя Одним Мерсы Ездят У тебя Там уже Восьмой Аэропорт Построили Ребята Производство Нифигаси У тебя Область Уже Восьмой Аэропорт Сидит У него Вся грудь В медалях Он сидит Довольный Сверху Грамота Заграмотный По сути Он просто Разговаривает С людьми А еще Какие у вас Идеи А мы Хотим Это Делайте Почему Делайте Потому что У них Денег Навалом Потому что Они все Это Заработали Потому что У нее Все Это Есть Школы Школы Восстановлены Потому что Община Когда приходит Она понимает Что без школы Жить нельзя Бездетность Сразу Да Строительство Домов За счет Общины Не надо Ему Думать Откуда Взять Чтобы Деньги Вложить Община Строит Дома Община Строит Детские Сады Община Восстанавливает Школы Центр Предварительной Подготовки К институтам Уже Государственным Например Или Учредили Свой институт Который Здесь Раньше Был Например И который Просто Восстановили Производство Вертолетов Виман Чего угодно То есть Я бы Будучи На месте Этого Руководителя Сказал Ребята Спасайте Быстрее Делайте Общину Чем вам Помочь Чем вам Помочь Мне вот Дали Например 10 миллионов Но до меня Дошло Ну например Там Поделиться С кем Ну к примеру Не все Такие Но есть Ну вот К примеру До 3 миллиона Вот я могу Тремя миллионами Вас Вот Чего вам Сделать Да нам В общем-то Много Не надо Нам нужно Вот это Вот это Ну там На 500 тысяч Ну на миллион Ну на два А этот Положите в загашник Пускай еще Миллиончик полежит Мало ли там Куда-то Он такой Ёлы-палы 10 миллионов Как хорошо Что 10 миллионов Мне написано И на 20 миллионов Выполнено Ну класс же Ну здорово же Ребята Это же Выгодно Так вот Теперь сейчас еще Так сказать В конце Дополнение Еще один Принцип Общинного Мироустройства Вот сейчас Цивилизованный Человек Который Приехал Жить в деревню Или живет В деревне Который Следит за своим Хозяйством У которого Все хорошо Дом построен Яблони сидят Картошка Морковка Гуси гуляют Все замечательно Здорово Он вдруг Замечает Что у него Кто-то гусей Ворует Кто-то Там Морковку дергает Яблони трясет Ну что Современному Цивилизационному Человеку В голову придет Как ты думаешь Суть Поларь Нет Милицию Но это хорошо Милиция сказала Мы не знаем Разбирайтесь Сами Что он будет делать Он наверное Забор себе Поставит Побольше Первым делом Да Первым делом Он воткнет Большой забор Просыпается Утром Бац Дырка в заборе Опять Яблони Обтрясаны Морковка Подергана И так далее Гуси Поворованы Что дальше Он начинает Укреплять забор Он ставит Видеокамеры Колючую проволоку Еще чего-то Просыпается Утром Типичная ошибка Он считает себя Отдельно От общества Это цивилизационная болезнь Просыпается утром Опять Все потрясано Дырка в заборе Колючая проволока Скручена Где-нибудь Там продано Уже Камеры На барахолке Продаются Ёлы-палы Что дальше Он заводит Себе Несколько собак Которых Надо еще Содержать Опять Ставит Это 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 Просыпается Собаки Отравлены Все И все То же Самое И он Что делает Он уже Злой Он ставит Ловушки И в конечном итоге Он попадает За решетку Потому что Он убивает людей Потому что Кто-то подорвался На мини Волчью яму Попал Кого-то Застрелил И убил И так далее Это же понятно Гнев Это цивилизационный Подход к жизни То есть Особившись Закрывшись От всего мира Он делает счастье На маленьком Своем Клочке жизни И борется С этим Несправедливым Миром Который Вторгается В его счастье Так у него Счастья нет Он хочет построить Своё счастье На маленьком Отдельно взятом Клочке жизни И он Огораживается От несправедливого Гадкого Противного мира Где живут Бомжи Бандиты Воры Какие-то Недросли Негодяи Придурки И так далее Вот он этих Отгораживается Забором Какой-то Янтот Как его Народ Какой-то Гад Да Типа народа И он И тут живет Он у него Трехэтажная вилла И так далее Но в конечном итоге Счастье почему-то Не находят Почему Даже если он В тюрьму не сядет Даже если он Напугал Все местное население То местное население На него-то смотрит Вот так вот Гад Ты там живешь А мы тут Трущобах Его-то дети Они же иногда На улицу выходят Они же не сразу Нет А еще Жениться надо А еще Да И получается Вышел на улице Бабас там И вдруг Ни с того ни с сего Кирпич в голову прилетел Бабас там Ну руку-ногу сломал Машину Колесо прокололили Да мало ли что Вот это счастье Превращается в какие-то Постоянные проблемы Охранникам надо платить Собак надо содержать Забор надо поддерживать Детей надо охранять И что-то проблемы Больницы там И что-то Слушайте Это же головная боль Это же дурдом Это психушка Это ку-ку Никто не выдерживает А теперь представьте Общинный образ жизни К примеру Вот я живу И у меня нет заборов Я смотрю У меня обтрясли яблони К примеру Я знаю кто это отряз Потому что я знаю Что это вот Филькины дети условно Которые Филька пьяница Я собираю общинников Я говорю Ребят У Фильки проблема Дети начали воровать Из них кто вырастет Мы что хотим Чтобы у нас в общине Воры росли Бандиты А дальше-то Чего у него будет происходить Мы собираемся Все общиной Решаем Комитет По управлению Проблемами Фильки И что мы дальше делаем Этот комитет Представительство Десяти человек Достойных мужей Идет к Филе И говорит Что ж ты сукин сын делаешь Как же ты гад Довел своих детей Такой жизни Посмотри У тебя жена с синяком Оборванная Дети сопливые Лазят воруют Не доедают Ты пьянь такая И так далее Крыша у тебя течет Это Филя Руками разводит Мы говорим Ты хочешь с нами жить Или как Мы сейчас детей берем на поруки Ну через суд просто Тебя лишаем Вразительских прав И жену твою заодно Вас выгоняем К чертовой матери И сами воспитываем Нормальных детей Ты этого хочешь? Нет Не хочу Тогда давай И мы начинаем Помогать человеку Выйти из этого штопора Выйти Тебе нужно крышу Отремонтировать Собрали из фонда Общины Отремонтировали крышу Тебе надо Например Грядки какие-то разбить Ну нет у тебя посевного материала Нет у тебя навоза Помогли тебе это все сделать Пригласили агронома Он тебе все помог Общинники приехали Техника все восстановила Яблони посадила Все хорошо Каждый по чуть-чуть сделал Смотрим у Филя сад У Филя это Он начинает видеть Что-то в жизни Пришел волк с ним поговорил Да Он понял Что по-другому надо жить Умный человек поговорил Смотрим Через год Его дети все Ласковые Жена любящая Расцвела Сад Дом полная чаша И дети уже Не лазят в мой огород Они не трясут Моя Они уважительные Из них уже растут Достойные люди Они мерзавцы какие-то Это выгодно Выгодно Дальше Видим что вот там Тоже такая же проблема С другой стороны Опять Собрались Помогли тому человеку На путь истины наставили Многие просто сейчас Вот я уже предвижу Скажут Да таких миллионы Вы заколебетесь Таких типа миллионами Содержать Начните с малого То что у вас рядом Изменяйте мир к лучшему То что рядом с вами Просто многие забывают Наш исконный славянский Образ жизни Это первая десятина Вот то что я нашел информацию Десятина Это не когда Дань Десять процентов Платишь А когда минимум десяти Ты Ну например В год Помогаешь сам Добровольно им даришь Вариантов в десяти Достаточно большое количество Вот А вообще так По сути дела Мы есть дар Я об этом много говорю уже И многим людям говорю Мы должны дарить друг другу все Вот И когда мы друг другу дарим То есть мы мирозданию дарим нечто То мироздание нам это кратно возвращает Но это только происходит в том случае Когда мы понимаем Что мы не отделены от мира этого Мы не отделены от народа Мы не отделены от мироздания Там я не знаю от чего От всего От государства И тому прочее Когда мы понимаем Что мы едины Что мы есть единая суть То есть тот самый коллективный разум Который рано или поздно Мы все равно перейдем на этот уровень То тогда да Тогда все получается И все на самом деле Все получается И видится просто Именно так Так вот Когда человек общинно существует Рядом с другими Когда он понимает Вот суть Ты просто сейчас закончил Суть К чему я все вел Цивилизационный подход к жизни Это саморазрушение Это загон себя в рамке тюрьмы Или уже настоящей тюрьмы Да это суицид собственно говоря Мы цивилизационным путем Если идем Мы суицидники Мы сами себя уничтожаем Да То есть это загнал себя в рамки В тюрьму себя посадил И в этой тюрьме живешь И злишься на весь мир Почему он такой плохой И вымираешь И вымираешь А державный Он идет в обратную сторону Сначала Хорошо державе Через людей Которые меня окружают И потом Из этой державы Я получаю достаток для себя Я ни в чем не нуждаюсь Мои дети не нуждаются ни в чем Вот подход Сначала Я забочусь о державе Чтобы держава Заботилась обо мне А не так цивилизационно Что я сначала все себе А остальным уже Ну по остатку Как будет Обратное взаимодействие Другое Достаток мой Зависит от достатка Любого человека Который рядом со мной находится От достатка Державы От того Как живет община Вот Здорово Вот я сейчас многим Задал вопрос Алексей Орлов Когда вам стал известен Вот Не секрет Уже Алексей Орлов Известен Вот скажем так В славянском мире Да даже не в славянском мире А вообще В Российской Федерации В Белоруссии Бывшем СССР Даже в Европе Даже в Германии Франции Америки В Америке Мне там пишут Я говорю Да мы знаем Алексея Орлова Как Алексей Орлов Стал знаменитым Как вы думаете Он себя пиарил Он заказывал Свои компании Какие-то Не знаю Там вешал Объявления на столбах Что он Алексей Орлов И тому прочее Он в начале Этому миру Дал Нечто Подарил Свой дар Он обладает Даром Каким? Элементарно Он У него есть руки Он наладил эфир Он наладил Славянское радио И он людям Дал возможность Которым он считал Нужным Выйти в эфир И поделиться Своей информацией То есть Уточнение Уточнение Не просто сам А я сумел Призвать Тех Которые В некоторых вопросах Намного мудрее И умнее меня Вот И в итоге Он этим людям Помогал Давать информацию Вам И этим самым Через Через помощь Кому-то То есть Мирозданию Роду Кому угодно Можно сказать Через помощь Он стал Сам Нечаянно Вдруг Знаменитым Его опыт Подтверждаю Я То же самое Когда я еду Куда-то в город Мне там Вася Можно тебе руку пожать Я офигеваю Я говорю Да ты что С ума что ли Сходишь Вася Вот это А мне Человек со стороны Говорит Вася Ты помог Кому-то К примеру Там уже Сергею Александровичу Данилову Это все Будет брат Типа того Что держи себя На уровне То есть И Алексей Орлов Он мирозданию Что-то дал То есть Свой дар Которым он обладал Поделился Со всеми нами И с мирозданием В том числе Отсюда И ему теперь Мироздание Возвращает Это кратно Точно так же С державой Если взять Аналогию Провести Если мы Хотим создать Державу Братцы Не с Голубого Вертолета Все начинается И человечка В шляпе Который прилетит И нам Эту державу Даст А с вас Эта держава Начинается Вы должны Вот о чем Алексей говорит Дать что-то Державе То есть Свой дар Какой-то А часть этого Дара Поделиться Подарить Кто как Скажет То есть Делимся Вначале В державу А держава Нам уже Это возвращает Народное Славянское Радио Проснись И слушай Первое Народное Славянское Радио В лице Алексея Орлова И Первое Народное Видение В лице Парня Североруси Представляет Думы Об общине И державности Первая Часть Это ошибка Я считаю Очень многих Людей Мужей Таких Даже Общественных Ошибкой Заключается В чем Сейчас объясню В том Что многие Мнят Думают Что Они Обособлены Они Отделены От общества Вы Не Отдельны От этого Мира Ни в коем Случа Это большая Ошибка Считать Что вы Создали Поселение И оно Отдельно От Вообще Всего Как бы Вы там Не пытались Уйти От этой Системы Вы Никогда От нее Не уйдете Это Это Бесполезно Потому Что вы Часть Этой Системы Хотя Б Исходя Из того Что вы Географически Находитесь На ее Территорию Это Глупо Считать Что вы В центре Страны Создали Поселение Которое Обособлено Ну так вот Значит До тех пор Пока у вас Нет Коллективного Добывания Продовольствия Коллективного Сбыта Обмен С другими Общинами Системы Снабжения Жителей Которые Даже Сейчас В общинах Не находятся Вы Не сможете Выжить Полноценно Вы будете Просто Выживать Как-то Вот Существуй И не более того Я знаю Некоторые Общины Которые За счет Отдельных Хозяев Чувствуют Себя В общем-то Не так Плохо Если Присмотреться Но Если Еще Глубже Копануть То окажется Что хорошо Себя чувствуют Хозяева Которые Просто Эксплуатируют Общинников Платят им Какие-то Деньги А те Радостные Сменив Хозяева В городе Одного Хозяина В городе Как Рабы Перешли Хозяина В другую Не в городе А в этой общине Их все устраивает Таким же Рабы Живут Которые Вот мне Предоставили условия Я теперь здесь работаю Никакого Рабского Труда Никакого Переизбытка Траты Энергии Никакого Вот этого Заставления Рабского Труда Не должно быть Все только Через понятие Добровое Это выгодно Так Жить Выгодно Создаешь Общину Община Взаимодействует С другой Общиной Общины Уже Я называю Это земством Земством Вмещают Себя Несколько Местных Самоуправлений По области Воронежской К примеру Когда я Земство Создавал Я говорю Ребят Создаем Местное Самоуправление В которое Входит Множество Общин Сами Формируйтесь Как хотите Сколько Хотите Хотите По 5 По 10 Штук Тем более У нас сейчас Есть все Возможности Для этого Юридически Вообще И не только Юридически И технические Возможности И когда Мы друг другу Дарим То есть Мы Мирозданию Дарим Нечто То Мироздание Нам Это Кратно Возвращает Но Это Только Происходит В том Случае Когда Мы Понимаем Что Мы Не Отделены От Мира Этого Мы Не Отделены От Народа Мы Не Отделены От Мироздания Там Я не знаю От чего От всего От государства И тому Прочее Когда Мы Понимаем Что Мы Едины Что Мы Есть Рано Или поздно Мы Все Рано Перейдем На этот Уровень То Тогда Да Это Суицид Собственно Горя Мы Цивилизационным Путем Если Идем Мы Суицидники Мы Сами Себя Уничтожаем Ты Загнался В Явранке В тюрьму Себя Посадил И в этой Тюрьме Живешь И Злишься На весь Мир Почему Он Такой Плохой И Вымираешь А Державный Он Идет В обратную Сторон Сначала Хорошо Державе Через Людей Которые Меня Окружают И Потом Из Этой Державы Я Получаю Достаток Для Себя Я Ни В чем Не Нуждаюсь Мои Дети Не Нуждаются Ни В чем Вот Подход Сначала Я Забочусь О Державе Чтобы Держава Заботилась Обо Мне Держава Держава Держава